Эхей, ребята, посмотрите, какая мини-фабрика у нас получилась. Эхей, всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игра. Ну что ж, ребята, добро пожаловать в новую серию летсплея Эпоха Технологии. Ну что ж, ребята, как всегда, у нас в начале проходит конкурс. Чтобы выиграть 200 рублей, вы должны быть обязательно подписаны на мой канал, а также оставить несколько комментариев. Ну и нажимайте поделиться видео, а также добавляйте канал в закладки. И кто-нибудь из вас сможет выиграть 200 рублей в следующем видео. Ну что ж, а мы начинаем. Итак, друзья, сегодня мы будем заниматься переработкой и построим много интересных дробилок, а также машинок из мода Magnetic Craft. Ну что ж, я все приготовил, давайте начинать. Итак, друзья, как вы видите, мы находимся снова на нашей ферме. Именно сегодня здесь мы будем работать. Потому что наша дробилка на базе уже совсем не справляется, я решил сделать огромную дробилку из Magnetic Craft. И будем мы делать именно вот в этой области. Кстати говоря, я немножко преобразился, ребята, сделал себе вот такие вот три золотые сумочки. Соответственно, в одной сумочке нужное барахло, во второй сумке строительные блоки, и в третьей сумке нужные блоки для нашей сегодняшней постройки. И вот где-то здесь мы будем начинать сейчас строить платформу для нашей переработки. Так, для начала нужно выбрать, какие блоки у нас будут на полу. Я так думаю, что давайте попробуем вот эти вот фабричные блоки использовать и посмотрим, как они вообще смотрятся. Так, в принципе, в принципе, достаточно интересные блоки. Давайте, наверное, их попробуем использовать. Я так думаю, что мы используем, знаете, какую стратегию? Мы сделаем вот здесь вот такое ответвление. То есть вот это вот здание... Боже мой, как лагает! Вот это вот здание мы трогать не будем. И сделаем вот сюда небольшую пристройку для переработки. Это будет не огромный завод, ребята, пока что. Но как только у нас будет побольше ресурсов, мы будем делать уже огромные заводы. Так, ну что ж, друзья, вот такую небольшую платформу я подготовил. И давайте устанавливать солнечную панель. В этом моде, ребята, солнечная панель, ну уж очень-очень дорогая. Давайте покажу. Нужны вот такие вот машинные блоки электрические. А они делаются, ребята, из вольфрамитовых плит, лазуритовых блоков и кварцевых блоков. И получается только два таких блока. Так, устанавливаем. И вот так вот выглядит конструкция. Конечно же, сначала необходимо сделать рецептик, если мы введем в модах и увидим вот такие вот разные рецепты. Соответственно, делаем солнечную панель. И теперь просто обставляем нужными нам блоками. После чего нажимаем правым кликом, и солнечная панель готова. Только я ее собрал немножко не той стороной. Вот, а теперь все правильно, ребята. В общем, вот так выглядит солнечная панель. В принципе, я все заранее подготовил. Тоже немало времени на это потратил. Так, а теперь, друзья, мы можем поставить, наконец-то, аккумулятор. Я его буду ставить прям вплотную, примерно вот так. Блок батареи, он называется, выглядит вот таким образом. Крафты показывать не буду, потому что смысла в этом нету. А как только мы зайдем, ребята, в аккумулятор, мы увидим, что электричество накапливается в джоулях. И тут, ребята, на самом деле мод очень реалистичный. То есть, нужно некоторое время иногда подождать, чтобы электричество начало накапливаться. И солнечные панели, кстати говоря, двигаются. Смотрите. Видимо, энергии стало меньше, потому что наступает ночь. И из-за этого у нас, как бы, прибавка будет очень-очень маленькая, как понимаю. И когда будет самый пик, тогда будет больше энергии. Ладно, сейчас быстренько пропустим ночь и вернусь. Мощность солнечной панели 100 Ватт. Этого нам, думаю, будет достаточно. А дальше нам нужно построить дробилку, друзья. Давайте ее поставим где-то, наверное, вот здесь. Я надеюсь, что у нас поместится вот здесь еще специальное сито, которое мы тоже будем делать. А, в общем, дробилка выглядит примерно вот таким вот образом. Нам понадобятся специальные блоки для этой установки. Так, блоки готовы. Вот такие вот машинные блоки. Все делаются тоже достаточно интересно и запарно. Так, устанавливаем внизу, значит, машинные блоки обязательно. Так, машинный блок, машинный блок. Дальше машинный блок рифленое железо. То есть вот такой вот блок устанавливаем. То есть получается вот такая мультиблочная структура, с помощью которой мы можем построить себе машинки. А, так, в центре у нас блок типа генератора. Давайте его быстренько найдем. Так, этот блок готов. Дальше у нас что идет? Дальше устанавливаем вот эти вот решеточки. Так, решеточки. И с этой стороны решеточки. А дальше у нас опять идут вот такие вот машинные блоки. И по краям уже ограничительная вот такая вот линия. Она делается тоже достаточно интересно. Вольфрамитовый самородок и золотые пластины. Так, собираем. Так, ну и в принципе все готово. Как только машинка перестает писать, что что-то нужно, значит мы сделали все правильно. Нажимаем правый клик. И вот у нас, ребята, дробилка. О, да. Выглядит она очень-очень круто. Так, что она у нас требует? Значит требует она только, соответственно, подачи сверху ресурсов, которые нужно передробить. Например, возьмем рядом тут железо. Так, вот у меня есть железо, ребята, и золотая руда. Мы сможем ее в этой машине передробить. Так, подключение, ребята, находится вот с этой стороны. В принципе, машинку трогать не буду. Думаю, здесь конверной лентой просто пустим, чтобы все выходило и попадало, например, в дробилку. Так, как же нам лучше пустить тогда, получается, провода? Давайте, знаете как, давайте поверху сделаем провода, все-таки, чтобы не мешались эти провода у нас под ногами. А делаются провода, кстати говоря, ребята, тут двух разных видов. Можно делать вот такие вот провода. И можно делать вот такие провода обыкновенные. Так, все, прокладываем к нашему аккумулятору. Все это дело аккуратненько. Сверху мы будем закладывать, соответственно, руду, либо через интерфейс. Так, и, в принципе, готово. Все, энергия должна была пойти. Вот она у нас накопилась. Тут энергия иногда бывает делится, так что тут все достаточно интересно работает. Так, все, вольтаж у нас пошел. Машинка, как видимо, может начинать работать. Вот я положил золотую руду и смотрим. Получается куски дробленной руды. Одна к одной. А также мы еще получаем гравий. Это очень здорово. Так, дальше, ребята, чтобы получить больше руды, мы можем построить себе просеивающую машину, которая будет добывать нам, например, еще какие-то компоненты. Например, из золотой руды мы можем получать медную пыль и серебряную пыль, что как раз-таки нам и нужно. Ух ты, эта штука даже, ребята, крутится. Офигеть. Ну что ж, друзья, маленькая фабрика потихоньку начинает работать. Так, ладно, давайте теперь попробуем поставить сито и посмотрим, как оно выглядит. И готово, ребята. В общем, вот так вот выглядит сиелка. Давайте поднимемся, посмотрим. В общем, тоже очень интересно выглядит. Надеюсь, что она не требует воды, а только лишь руду и электричество. Так, электричество мы сможем подавать вот с этого провода, как раз-таки. Давайте сразу подключим машину. Так, и смотрим. Все, электричество пошло. А что у нас в дробителе? В дробителе у нас уже передробилась вся руда. В общем, зачем, ребята, я сделал на возвышение? Дело в том, что тут есть три отверстия. Откуда мы сможем забирать как раз-таки всю лишнюю руду, которая у нас получается. То есть она будет не вот здесь появляться, а вот тут по мере просейки как раз-таки руды. Так, друзья, ну и последнее, самое интересное. Мы сейчас будем устанавливать контейнер. Так, ну что ж, друзья, сбегал я еще за ресурсами и давайте активировать. В общем, контейнер выглядит вот таким вот образом. Он просто чертовски реалистичен. Вы посмотрите на него. В общем, в него можно запихать очень много одинаковых предметов, ребята, до 65 тысяч. Например, рядом с карьером можно поставить несколько таких контейнеров и всю руду спокойно сгружать в этот контейнер. Ну, если вы ее сломаете, скорее всего, ресурсы либо пропадут, либо выпадут. Эхей, ребята, посмотрите, какая мини-фабрика у нас получилась. Ну что ж, друзья, с вами был канал Unreal Игры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Я вас всех люблю. Пока-пока.